всем привет добро пожаловать в новый влог как видите моя карета я в частности превратились в тыквы добро пожаловать в реальность несмотря на то что отдых это прекрасно я обожаю возвращаться домой я сейчас буду приводить себя в порядок у нас дома тут больница кто бы сомневался мой муж очень редко болеет но не знаю как ваши мужья мой часто напоминает не ребенка но пусть он поскорее поправляется я же сегодня должна поехать за продуктами также хотела бы заехать на тыквенную ферму мне нужно купить тыковки и для дома тоже и это будет новая тыквенная ферма которой я не была если там будет действительно красиво я хотела бы еще поделать фотографии вы мне чтенько пишите что я хорошо выгляжу спасибо большое так не каждый день и и действительно неплохо выгляжу с минимальным макияжем а хорошо прям тогда когда я накрашена это что касается вот знаете прям рад на выходного образа но на каждый день я очень часто хожу или без макияжа или с микро сегодня я буду делать прям такой макияж который и в жизни хорошо смотрится и на фотографиях в частности я сейчас приклеила патчи если я начну с вами болтать то это будет отдельное видео собирайся со мной поэтому все будет в таком ускоренном режиме но поверьте мне если могу я а я самучка то у вас тоже все получится дело практики и также правильно подобранных конкретно под вас средства с которыми вам все очень просто понятно и которые хорошо ложатся на вашу кожу и всякое такое я как видите приклеила патчики пусть они тут поработают на меня это моя любимая от бренда обип кстати на ночь я тоже делала маску обип после перелетов и долгого пребывания в аэропорту меня так немножко подсыпала и вообще после лета мне уже не терпится прям хорошо выровнять свой тон кожи и так далее у нас уже меньше солнца поэтому смогу использовать всякие там кислоты и так далее пришел мой новый ретинол я им воспользовалась всего дважды но во всяком случае состояние кожи не ухудшается это я вам покажу потом ну что ж давайте наводить красоту и я очень часто начинаю свой макияж с бровей или даже с глаз вот в случае бровей это критично потому что я использую такие сверх сильно фиксирующие гели если нанести по классике тон а потом глаза брови и так далее то гель комкается с тональным кремом и на бровях получается несуразная каша поэтому гораздо удобнее сначала сделать брови а потом уже лицо я фиксирую брови при помощи очень классного геля от бренда ром энди можно просто распушить волоски и получится легкая фиксация или же вот так пригладить и брови останутся в этом положении на весь день он не слишком быстро фиксируется поэтому вы можете что-то до расправить при помощи чистой кисточки дальше недостающие волоски я дорисовываю при помощи маркера от бренда maybelline он у меня не в самом светлом оттенке но тем не менее мне кажется что он мне тоже подходит главное не перебарщивать и только у основания брови я ну так добавляю цвета не то чтобы там сильно докрашиваю тенями от бренда benefit и это тени для бровей снимаю патчи и теперь буду выравнивать тон кожи при помощи биби крема от бренда pupa и также сияющие базы тинта для лица которая особо ничего не перекрывает от мак у меня лицо практически не загорелая после лета в отличие от тела и не пугайтесь сейчас все растушую и будет не такой желтый оттенок на самом деле покрытие очень легкая получается и такой сияющий финиш до растушевываю все при помощи спонжика промакиваю где-то что-то чтобы получился как можно тоньше слой на лице мои ресницы вы просили меня показать как же я их крашу обязательно завиваю их при помощи щипцов от мак далее беру тушь от бренда эвелайн она коричневого цвета и сначала я прокрашиваю реснички у самого корня и только вот кончиком кисточки прохожусь по концам как бы забавно это не звучало ресниц для того чтобы прокрасить их по всей длине теперь консилер от бренда тарт у меня версия рейдент она сияющая и гораздо легче чем классический шейп тейп также не так сильно перекрывает этот консилер не сушит область под глазами и подойдет как для молодой кожи так и для зрелой не подчеркивая какие-то морщинки которые уже имеются фиксирую все при помощи пудры от эвелайн которая предназначена для области под глаза но я часто наношу ее вообще на всю т-зону она очень приятная мелкодисперсная не выбеливают область под глазами и хорошо фиксирует все то что нужно на периферию у меня идет сияющая пудра от поэзо она очень легкая и на каждый день я этого не делаю но у меня сегодня будет настолько капризный бронзер что все-таки мне нужно что-то нанести чтобы убрать вот эту липкость после увлажняющего биби крема и тентующего от этого бальзама сияющего от мак ну и теперь собственно говоря бронзер от бренда gucci он у меня в оттенке номер два якобы он более холодный чем один и номер три и на самом деле если нанести его сначала на кисть именно из натурального ворса потом хорошо распределить по ней продукт как бы вбить немножечко до стряхнуть и то потом получаются вполне себе такие прорисованные черты лица все-таки это не скульптор да то есть это просто не слишком рыжий бронзер хотя в упаковке он кажется теплее чем на моем лице и на вторую сторону также только с этой кистью у меня получается более-менее я не очень перебарщиваю но бывало по-разному и еще этот бронзер очень сильно пылит а вот что касается румян то они однозначно мне нравятся они у меня в оттенке номер три такой персиково-розовые очень приятные освежающие у них сатиновый финиш и вообще они хорошо носятся в течение дня как-то так добавляют свежести но ничего более этого в принципе не подчеркивают какие-то неровности на коже и на этом спасибо у меня сегодня прям супер glow на все лицо на веки они нанесу только моно тени это очень интересный бренд мерид и у них тени в разных оттенках у меня один из самых светлых это studio и они такие типа кремовые но потом они фиксируются при этом ты можешь хорошо растушевать они могут служить качестве самостоятельного средства или как база под остальные сухие тени но я зачастую ничем это все не притаптываю из сухих текстур то есть все хорошо держится в течение дня как видите тени очень легкие но при этом они перекрывают сосуды на веках скрывают покраснение в принципе выравнивают оттенок и это все то что чего я ожидаю на каждый день или тогда когда мне хочется подчеркнуть глаза на губы идет карандаш от lancome в их понимании это нюд но на самом деле это типа персиково-розовый тоже оттенок очень стойкий карандаш супер пигментированный плавно наносится не комкается не ломается можно закрашивать все губы но супер классный обожаю хотелось бы купить еще несколько оттенков и помада того же бренда она очень приятно пахнет она хорошо пигментирована она приятно наносится увлажняющая перекрывающие губы в принципе пока я красилась мои волосы успели подсохнуть я сейчас очень редко использую фен но похолодало и судя по всему мне придется включить его в свою рутину но я и так хотела бы собрать волосы в кучок поэтому мне укладка особо и не нужно ну что я готова вот такой освежающий как мне кажется макияж у меня получился я уверена в том что в камере он выглядит хорошо в жизни чуть ярче камера и телефон это на которую я снимаю всегда сжирает немножко цвета и я уже оделась если вдруг получится то поделаю фотографии на тыквенной ферме так обидно подруга должна была ехать со мной сегодня или завтра но она заболела я кстати тоже взяла таблетку от горла что-то меня что-то там настораживает томик делал тест на к вид ничего не выявили хотя вокруг у нас очень много людей знакомых и в школе тоже дети болеют кто бы мог подумать уже все забыли об этом к виде вот зараза и кстати моя рубашечка из алиэкспресс и повязка тоже я все это заказывала еще летом специально на осень и рубашка байкова очень приятно а потом издалека вам покажусь а то не успею уже мне важно поймать свет и я взяла себе достаточно большой размер они очень очень сильно мало мерят поэтому если хотите подлиннее то то ли excel напишу вам в инфобоксе и также переписывалась недавно в инстаграме с несколькими своими зрительницами они там расспрашивали по поводу макияжа кисточек я укажу вам все в инфобоксе что я использую для повседневного макияжа даже если сегодня было что-то из других наборов там или от других фирм я укажу аналоги потому что кисти это тоже то что влияет на наш макияж все какие-то приборы которыми мы это все наносим и вот например бронзер гуччи да я пока что не знаю нравится он мне или нет насколько сильно потому что он не простой я начала им пользоваться в поездке я никак не могла с ним совладать потому что он топит нил то слишком многое наносило и дело было в кисточке однозначно это не то средство которое можно красить на себя там в полутьме и без зеркала нет для новичков точно поехали я приехала буквально там 10 минут после открытия и уже были люди это недалеко от города поэтому многие сюда приезжают собаками с детьми просто погулять я знаю что выходные здесь гораздо больше людей достаточно сложно сделать фотографии но в понедельник тоже это было не так просто вот там касса чтобы купить какие-то тыковки которые понравились а это ну такой типа вагончик да где чаи и всякие десерты здесь есть отдельные специально сделанные фотозоны там и на хэллоуин и просто осенние но мне кажется что они более детские что ли эти рамки тоже можно использовать для фоток но я думаю что мои дети уже сюда не приедут разве что игнат он еще такое любит для самых маленьких здесь конечно есть разные развлечения и для сенсорики и так далее вот там еще бассейн с кукурузой это прикольно я видела у них в инстаграме как дети играются его это доставляет какое-то колоссальное удовольствие вместо песка кукуруза прикольно придумали здесь какие-то наверное фруктовые деревья что ли но они почему-то не плодоносят так это духи я прохожу это не очень люблю разве что в качестве прикола там на хэллоуин переодеться так корова это мне сказали что корова здесь есть настоящая ну да ладно ой петух без курицы и и очень красивые кролики но если вы видели какие кролики были у моего дяди они вообще какие-то гигантские а вы может я снимала вам лог я не помню но они вообще как супер породистые были то есть есть видите можно просто сидеть отдыхать вот там дальше сейчас пойду выбирать тыковки можно сфоткаться здесь на фоне огроменной тыквы ты знаете это типа как мини-парк недалеко от города и можно сюда приехать и почувствовать себя как в силе у меня в детстве только теперь за деньги там малыш с тачкой гоняет это очень прикольно перевозят тыквы и качель на которой я тоже попробую наверное сфоткаться ну тыков не так много как там где мы с настей были в прошлом году лучше целое поле и в целом для взрослых мне нравилось там больше все-таки я конечно рассчитывала на тыквенный суп на обед его и здесь не оказалось но раз такие дела будем есть чизкик тыквенный кстати очень классная идея учусь он такой кремовый прям реально тыквенный не слишком сладкий очень нравится им чай это просто нечто видите как много здесь всего он еще и такой согревающий немножко пряный то что нужно сегодня я думаю сапоги можно было в принципе не чистить вот помните на той тыквенной ферме она просто далеко это в 15 минутах от дома там были и белые и оранжевые тыквы хорошо что я быстро сюда приехала сделала то что хотела идем покупать тыквы я нашла тыквы которые здесь можно приобрести и здесь нет совсем тех которые нужны мне прям обидно потому что это была основная цель моей поездки сюда вообще-то макаронная тыква как вы думаете что это может значить это тоже может ее типа можно знаете как на спагетти порезать банановая тыква на секундочку здесь же можно взять какие-то рецепты из тыквы на виде посмотрим тыквенная картошка free пирог тыквенный у кстати из вот этой из вот этого вида сорта так тыквенный суп из хоккайдо на очень сладкая тыквенные какие-то блинчики типа оладьи и pumpkin spice лата но это не очень люблю ну такое скажу я вам конечно в прошлом году я была снасти и вообще было более атмосферно как-то классно но дело даже не в этом здесь мой бой с ней тоже так не кайфанули как в прошлом году там мы спокойнее это меньше людей больше пространства есть где погулять и вообще чем заняться я сейчас поеду в продуктовый может там найду тыквы потому что здесь вообще нет ни одной маленькой сегодня не было доставки после выходных а на выходных раскупили все но вообще самые красивые тыквенные фермы и красивее всего как мне кажется украшают дома вот вход в дом до лестницу в великобритании во всяком случае так кажется по фотографиям вы у меня со всего мира поэтому поделитесь пожалуйста как она может у меня только создается такое впечатление но это то где я хотела бы побывать я думаю что моя мечта когда-то осуществится чтобы посетить не только лондон но по большей части все-таки лондон и вообще по путешествовать тоже по великобритании и и и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok И хотелось бы вдохновить и вас на какой-то маленький, такой уютный декор к осени. Все-таки вечера становятся более длинными, и чтобы дома было приятнее находиться, нужно как-то себя радовать. Свечи я, конечно, зажигаю вечером, а не днем, но хотелось показать вам, как это выглядит и в светлое время суток. Вот такие всякие дорожки, они бывают разных цветов. Я видела, что есть на Алике, но я покупала на нашем Аллегро. Подсвечники у меня из разных мест, на самом деле я даже не помню, где и что покупала, из Юска, из H&M что-то, но они все приблизительно в одной тематике. И видите, у меня разные тыковки, также я туда добавила каштаны и немножко гипсофилы и ветки фисташки. И все тыковки разные, но мне кажется, что это как раз и прикольно. Здесь тоже. И вот так это выглядит в последней моей композиции. Мне не очень нравится, когда все прям так заложено, а такими маленькими кучками. Это вот то, что выбираю я для себя. Вы делаете как хотите, но обязательно как-то создайте больше уюта в своем доме. Еще видите, с моей подушкой все это классно перекликается. В общем, добавила нутку оранжевого, чтобы не белое, а кремовое. Все было, как в прошлом году. Еще у нас есть два пледика. Один вот такой, я не знаю уже откуда, но это Юск. Но они там каждый год появляются. Можно лежать, отдыхать и наслаждаться осенью. Сюда в уголок я поставлю вереск, который я купила на тыквенной ферме. Осеннюю свечу и тыковку. На камине у меня свеча Pumpkin Latte, это Pepco. У нас позаканчивались многие свечи, и я подумала, почему бы тоже не взять оранжевую. Они, кстати, не очень интенсивно пахнут, поэтому голова от них не болит. Чтобы мне было приятнее готовить в кухне, в такие темные дни, как сегодня, добавим сюда тыковку и зажгу еще вот такую маленькую свечу. Я не знала, куда я ее пристрою, но уверена была, что она мне точно пригодится. Симпатично. 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 для того чтобы в полной мере окунуться в осеннюю атмосферу мы с вами еще и испечем яблочный пирог такая себе вариация на тему шарлотки пирог называется яблочник ябочник если переводить грубо он наверное встречается чуть реже чем классическая шарлотка и нам необходимо какой-то сорт яблок который не расползается во время выпечки не дает слишком много сока не размочит наше тесто в польше это шара ренета я уверена что мои зрительницы подскажут какой сорт яблок выбрать лучше я вообще не сильно в этих всех названиях но точно знаю что в польше чаще всего используют их для шарлота для всевозможных пирогов именно с яблоками они такие страшненькие но это то что нужно и они буквально до самой весны продаются в каждом продуктовом магазине и не только к яблокам мы с вами вернемся совсем скоро ну а для начала займемся тестом нам нужно 4 яйца в которых мы отделяем белки от желтков и для самого теста используем 4 желтка 200 грамм холодного нарезанного масла для того чтобы вам было быстрее и проще все это смешивать конечно же можно это сделать руками но и я рекомендую вам воспользоваться как минимум блендером если у вас мощный миксер то он тоже сойдет у меня мой комбайн термомикс 6 модель т.м. он у меня лет 5 наверное девочки или сколько 6 может уже и я до сих пор его обожаю он хорошо работает не собираюсь покупать новый 400 грамм муки 2 чайные ложечки разрыхлителя и 80 грамм сахара конечно же ванильный сахар по вкусу он у меня закончился поэтому будет аромат хорошо перемалываем наше тесто и как видите в блендере у меня здесь в комбайне ножи тесто тоже получается приблизительно одну треть нашего получившегося теста отправляем в морозилку я уже подготовила круглую форму для выпечки со съемными бортиками это гораздо удобнее чем печь в другой и вместо того чтобы раскатывать тесто вы можете это сделать но я покажу вам как делаю это я так проще и быстрее на самом деле тесто выкладываю кусочками по частям отрывая его буду разминать уже в форме заполняя все пробелы дно для пирога готова мы еще вот так его делаем немного проткнем и сначала будем запекать его отдельно запекаем 15 минут при температуре 180 градусов тем временем я уже начистила яблоки у нас так потемнело из-за дождя и мы будем тоже перемалывать их в блендере но не сразу все а частями иначе то что снизу вообще измельчится в ноль а то что сверху останется нетронутым и вот что у нас получается теперь вы берете кастрюльку выкладываете туда наши яблоки перемолотые добавляете сахар у меня 40 грамм и где-то 1 чайную ложечку корицы это все нужно протушить постоянно помешивая в течение 10 минут на запекшиеся дно мы высыпаем немного панировочных сухарей приблизительно две столовых ложки и выкладываем сюда запеченные яблоки как запеченные протушенные это еще не все выливаем 4 белка посыпаем 180 грамм сахара и будем это все взбивать в миксере а еще щепотка соли забыла мой термомикс еще и все это подогревает и взбиваем достаточно долго 12 минут нашу меренгу кстати девочки если вы знаете как лучше и сделать без термомикса то тоже поделитесь с другими потому что ну мне конечно этот прибор облегчает жизнь как бы рекламное это не звучало это не реклама и последнее что мы будем делать с пирогом это достаем тесто из нашей морозилки и натираем на грубой терке ну вот я закончила танцы на кухне это просто шарлотка next level но она того стоит и я все-таки не на весу натирала тесто она досточки порциями и посыпала это все теперь запекаем наш пирог при 180 градусах в течение 45 минут без термообдува обычный режим юки ну что мой пирог готов я его достала чуть раньше дала ему остыть и сняла часть форму вы только посмотрите сколько начинки здесь если у вас есть свободное время там выходной день или вы ждете гостей или хотите порадовать своих близких этот пирог стоит всех ваших заморочек сейчас разрежу еще бы кусочек мороженого сюда было бы вообще безупречно он такой нежный мы себе не представляете вот эта пенка сверху на десер на этом у меня все я надеюсь вам сегодня со мной было интересно обязательно ставьте пальчик вверх мы с вами встречаемся совсем скоро готовьте создавайте уют вместе со мной и наслаждайтесь осенью и конечно же не болейте пока пока